Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чунаски! И сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Супер Мехс на аккаунте Пути Новичка. Чем отличается этот аккаунт от моего основного? Всё максимально просто. На этом аккаунте мы играем с нуля, без доната, абсолютно ни разу не донатя в игру. И смотрим, насколько это будет эффективно и, возможно, даже лучше, чем на основном аккаунте. Итак, давайте прокачаем фабрику сразу до 10 уровня, для того, чтобы мы могли с вами получать эпические вещи. На самом деле это очень важно для того, чтобы мы с вами могли получить, может быть, какие-то интересные дропы, которых сейчас у меня нет. Не так много вещей, которые, начиная с эпика, можно прокачать для чего-либо интересного. Тем не менее, такие вещи есть. Поэтому мы, конечно, с вами посмотрим и, возможно, что-то даже улучшим. Так, далее я бы хотел прокачать себе дрона до леги, прямо в самом начале, можно сказать, видоса. Потому что этот дрон довольно хороший хитпоинт, он неплохо дамажит, неплохо, а точнее даже хорошо перегревает. Единственный минус это, конечно, то, что он, к сожалению, ограниченного действия. То есть, всего лишь три хода работает. Но зато сам по себе он довольно неплох, и поэтому использовать его рекомендую, так скажем. Все, найс, у нас с вами он теперь будет нам, ну, довольно неплохой боевой единицей, и легендарный хитпоинт это довольно неплохо. Далее, давайте с вами так же сразу прокачаем модуль, потому что легендарный модуль это тоже очень топово, и использовать его с удовольствием-таки можно. Отдаю Заркарас, ребят, я знаю, что многим из вас Заркарас нравится, но в моей ситуации Заркарас мне не нужен на данный момент. Так, тоже хорошо, и так я, наверное, сделать не смогу, у меня всего лишь 900 монет осталось. Ага, нам, кстати, за экипировку пяти легендарных предметов сейчас должны кое-что отсыпать интересного, а именно 15 токенов нормально. Здесь получаем деньжата, кстати говоря, деньжата, на которой можно было бы улучшить модуль. Я думаю, что я это сделаю все-таки хотя бы чуть-чуть, а блин, это же точно, я так-то сделать не смогу. Разве что так смогу, а ради двух тепла отдавать, типа, этот не хочу пока что. Да в чем суть, собственно говоря, что мы будем сейчас делать с вами дальше? На самом деле, на сегодня у меня довольно большая программа, начнем с получения ранкового сундука. Здесь ничего интересного не выпадет, это, о, кстати, сказал, что ничего интересного не выпадет, а на самом деле даже неплохо выпало. К сожалению, Заркарос мне все равно не нужен, но вот Твистед Флюкс, блин, он тоже не нужен, лучше бы выпал Абоминейшн. Абоминейшн это тоже эпическая пушка, минималка эпическая, и она лучше, чем Твистед Флюкс, конечно, сейчас мне этот Твистед Флюкс нафиг второй не сдался. Но, все равно приятно, что есть что-то такое интересное, любопытное, новое. Что по клану, давайте посмотрим, здесь у нас с вами клан Санс Овчинаски, моя академка моего основного клана, сюда тоже вы можете вступать. Я, кстати говоря, как раз перед видосом удалил двух людей, которые были неактивны, поэтому добро пожаловать, буду только рад. Итак, что мы с вами будем сейчас делать? Пойдемте, наверное, на арену, посражаемся, парочку боев, и пойдем откроем с вами, во-первых, премиум бокс, а потом сделаем основную фишку, которую я хотел сегодня сделать. Так, а-а-а, 2 на 2 уже работает, да? Блин, а вот это, кстати говоря, такое себе. Я не был готов, честно, я не был готов, что уже есть 2 на 2. Блин, вы что, серьезные? Ну, я как бы на 15 ранге, ребята, мне 2 на 2 как-то рановато еще, вам так не кажется, случайно? Блин, жестко, жестко, и самое жесткое то, что он будет меня лупить с этих двух штук, и я, возможно, даже вышел сейчас в шатдаун. Да, у меня всего лишь 90 охлаждения, у него сейчас тоже оверхит, и он тоже на заклошке, кстати. Слушайте, 15 ранг это уже довольно-таки хардово будет получаться. Да, я на шатдауне сейчас влечу, он меня будет просто постоянно лупить, у него 2 легендарки, поэтому... Смысла особого не вижу здесь продолжать, как бы здесь мы с вами съезжаем на 16 ранг обратно. Зато 1 на 1, вот старый добрый 1 на 1, это нормальная тема. Так, давайте тогда сейчас сыгранем еще разок, повысимся обратно до... 15-го? И там посмотрим, может быть мы с вами улучшим нашу основную пушку, в смысле второго нашего робота, потому что все-таки дело это важное. Смотрите, 144 тепла, на самом деле мы тут очень хорошо можем отыграть, он должен сейчас использовать молот, и одну из этих штук. Это не очень хорошо, потому что у нас маленькое, ну, типа восстановление энергии, но я думаю, что мы его сейчас увидим в оверхит как минимум, а скорее всего даже в шатдаун, возможно. Такс, оверхит, хорошо, но у него совсем слабое восстановление, ну, типа тепло восстановление, охлаждение, поэтому я думаю, что здесь мы сможем затащить. Конечно, он будет стрелять с этих двух штук, блин, а, кстати говоря, это может быть... Да, он уже понял, что у него не получится. Найс, прекрасно. Мы с вами переходим на 15-й ранг, замечательно. И здесь надо немножко притормозить и посмотреть, что у нас с вами по второму роботу. Второй робот у нас на самом деле значительно слабее, прям значительно, прям даже сказать-то особо про него нечего. Дрончик на... Бэкфайр. Ну, у меня просто нет других нормальных дронов, кроме этого, может быть. Кстати, возможно, что даже... 38 обратный выхлоп. Слушайте, я, наверное, пока вот этот поставлю. Он, конечно, немножко послабее, именно по статам, но думаю, что он все равно будет полезнее, чем дрон на Бэкфайр, который я просто терпеть не могу. Ладно, прежде чем мы пойдем в бой, давайте я еще кое-куда схожу, ребят, а именно вот сюда. У нас здесь с вами осталось последнее сражение. Кто посмел войти в мою башню и готовься к смерти? Да-да, да-да, понятно все. Погнали! Посмотрим, что мы можем сделать против данного меха. Играем на простом уровне сложности, соответственно, для нас самое главное просто победить, чтобы получить ящичек. Ящичек это всегда здорово. Может быть, там даже дропнется что-то интересное. Ну и пройти кампанию это тоже довольно-таки приятно. К сожалению, пока падают довольно бесполезные улучшения. Мне нужно побольше регена, это однозначно еще вот хотя бы... Вот если сейчас здесь тоже выпадет реген, это будет идеальная ситуация, просто идеальная. Да, все. У нас просто шансов проиграть теперь нет. Я думаю, что если они даже бы и были, то это были бы самые минимальные шансы. Ну, короче, скорее всего это победа. Так, здесь это тоже хорошо, что он нас оттолкнул. Мы используем дизоляцию, сэвэджери, и скорее всего он уже не сможет. А нет, смотрите, смог. Я думал, что будет шатдаун. Окей, добиваем сейчас. Найс. И это, между прочим, робот. Там еще два танка, которые, соответственно, слабее, чем робот. Добрая реклама, ничего страшного. Ну, пойдемте на второго робота. Ну, он тоже такой слабенький. Я думаю, что я сразу быструю изоляцию, потому что есть шанс, что он будет лупить верхний пакет. Ага. И здесь мы подрубаем дрона, плюс снова дизоляция. И на следующий ход мы его сносим. Тоже довольно легкий бой. Ну, как видите, может показаться, конечно, что этого прям, ну, я хвастаюсь чем-то. Но, ребят, на самом деле, даже для новичка вот так вот пройти финальную миссию на легком даже уровне сложности, это все равно довольно приятно. В какой-то момент, конечно, и на среднем уже будет нормально проходить. В какой-то момент и на безумном это уже станет рутиной. Но первое прохождение на харде, точнее даже на нормале, это все равно приятно. Потом на харде будет приятно, а потом уже даже на безумном уже не будет казаться чем-то необычным. Так, сносим изоляцию и идем дальше. Вот, кстати говоря, до сих пор мне даже ни один реген не понадобился. Зря волновался, что нужен еще хотя бы один. Да не, вообще как бы... Ну, почти все. Слушайте, на самом деле есть такое ощущение, что мы даже на среднем, возможно, смогли бы пройти сейчас. Но все равно для этого надо пройти сначала все предыдущие уровни на два, поэтому пока что не буду насчет этого особо париться. Окей, и сейчас снова добиваем. Можно, в принципе, хильнуться, а можно даже и не хиляться. Я уверен, что мы даже если вообще хиляться абсолютно не будем, вообще ни разу, то мы все равно босса сможем победить. Почему-то есть такое ощущение. Так, всех роботов снесли. Идем теперь на танчик. Танчик 220 хп, бедолага просто. Мне даже жалко его немножко. С двух выстрелов мы его, конечно же, сносим. Угу, готов. Ну, и последний танчик для просмотра рекламы, конечно. Так, сносим последний танчик. 220 хп, также ничего здесь. Никаких неожиданностей у нас с вами не имеется. На самом деле я почти уверен, что босс будет также очень изичный, и что реально мы бы его даже с вот этим оставшимся хп снесли бы. На всякий случай все равно подхилилась, мало ли что, чтобы не рисковать лишний раз. Сборочка Биг Боя, наша любимая. Блин, я помню, когда первый раз сражался с Биг Боем, меня удивили его размеры, потому что он на самом деле больше, чем стандартные мехи. Вот, как видите, он на Роллинг Бестах. И, ну, он действительно довольно большой, очень так прям массивно выглядит. Но сейчас, конечно, уже он не производит какого-то такого серьезного впечатления. Дэмэдж он тоже особо не прописывает никакой, и мы его, по идее, сейчас выводим уже в шатдаун. Он вряд ли сможет очнуться. А, даже мы его... Блин, дрон хороший. На 120 мочит, это довольно неплохо. Найс! Собираем, соответственно, теперь с вами призы, и смотрим, что мы с вами получим за прохождение, хотя бы даже пока что на начальном уровне. Итак, это у нас с вами токены, это у нас с вами форчен бокс. Кстати говоря, может даже интересно что-то? Нет, редкие карты падают. Окей, открываем на новом уровне сложности, смотрим маленькую сценочку, которая, кстати, не менялась прям чуть ли не с самого начала меха, все абсолютно то же самое. Нам показывают фаерфлай с щупальцами, и показывают, что наш маленький мех справился с такой вот серьезной угрозой. Ага, одна победа у нас осталась в мультиплеере. Окей. Давайте сразу откроем с вами премиум бокс в честь такой победы. Это у нас с вами эпик, и это у нас с вами энерджи беттери армор. Я не знаю, почему мне так везет, ребята, честно не понимаю, просто за что мне такое везение, но сами можете сравнить статы. Для меня, наверное, все-таки хп-шка будет немножечко поважнее на данный момент. Здесь мы с вами получаем еще 10 токенов, и погнали посражаемся на арене. Я в ближайшее время не очень хочу на самом деле тратить токены на премиум боксы, хочу накопить на премиум пак, потому что что-то мы с вами пока открывали реально только пасхальное яйцо, которое работало как премиум пак, но больше премиум пак ни разу не открывали на этом аккаунте. Я хочу все-таки попробовать это сделать. Ай, стой, 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 стой! Сейчас же 2 на 2 будет, да? А, нет! Слушайте, 15-й. А почему так интересно? Что-то я не понял, это глюк какой-то был или что? Почему мы на 15-м ранге, помните, был 15-й ранг, и мы сражались 2 на 2. Странно немножко, но окей. Ладно, здесь это очевидно победа, скорее всего, будет, потому что у него только... Кстати, зато у него хоть и нет легендарных оружий, у него мифическое есть. Что, конечно, немножечко напрягает, честно говоря, и у него довольно много тепла, что тоже напрягает, поэтому я выключу двигоз, чтобы хоть немножко себя обезопасить. Но на самом деле, ну, довольно большие шансы, что он с помощью вот этих Корплайта и дезоляции сможет меня все равно... Да, у него Корплайт просто нереально жжет, просто нереально. Это печально, потому что у него он безграничный безблезопас имеет, и у него есть магмариколер, чтобы вывести под дистанцию. Ну, у меня сейчас будет этот... Шатдаун, я не смогу ничего сделать, к моему сожалению. И сейчас он будет просто повторять, выключать двигоз, использовать Корплайт. Это бессмысленно. Бессмысленно, к сожалению, потому что... Ну, вот видите, мифик на вот таком уровне, это почти автоматический выигрыш. То есть, если я сейчас запарюсь между роликами, например, прокачаю дезоляцию до... Слушайте, а что если прокачать все-таки Корплайт? Я понимаю, что я его использовать особо не буду в будущем, но, может быть, пока что мы не нашли ничего более хорошего прокачать все-таки Корплайт? Потому что, смотрите, он на мифике реально разносит очень хорошо. Я понимаю, что и дезоляция на мифике разносит, и там, не знаю, еще что-то на мифике может разнести. Но, блин, тепло прям нормально бы доело, очень хорошо. Так, ладно, давайте с Корплайта и начнем. Собственно, я потому что вижу, что у него тоже Эпик Корплайт. Для меня это норм. Хотя у него Сору легендарный есть, и вот он, возможно, будет им пользоваться. Сору, конечно, тоже им и пользуется. Я, наверное, сейчас использую Твистед Флюкс плюс дезоляцию, в надежде, что я смогу его... Да, я, по идее, смогу его оверхитнуть, как минимум. Ну да, скорее всего, это вряд ли что-то будет оверхит. Да, это оверхит, причем у него очень хорошее охлаждение. Ну, видите, ребят, у меня, к сожалению, нет такого большого охлаждения. Вот тоже, к моему гигантскому сожалению. Я часто сражаюсь против тепловиков, я бы с удовольствием поставил. Но, видите, у него за один оверхит такое охлаждение у меня идет. У меня за шатдаун. Ну и с легендарным Сору, с этой всей темы, он меня в шатдауну будет выводить. Жесть! Я, на самом деле, очень сильно удивляюсь, что... Казалось бы... Ну, блин, типа, алло. Меня каждый робот перегревает. Это очень странно. Я не понимаю, почему у меня дропаются эти энерджи-арморы, бетри-арморы, точнее. Потому что у меня и... Уже в инвентаре есть, и на втором мехе есть, и этот выпал, и еще до этого были, я распылял. Ну, короче, очень странно. Я реально не понимаю этого. Ну, походу, да. Шатдаун за шатдауном. Слушайте, меня это напрягать... А, ну да, мы до 16-го упали. Меня это напрягать начинает, на самом деле, потому что, ну, у меня действительно нет модуля на охлаждение. Я не могу с этим ничего сделать. Просто физически не могу, просто потому что у меня тупо нет этих модулей. Я понимаю, что надо фармить арену, точнее, компанию, но, блин, сейчас 313 тепла. Кайф, просто кайф. К сожалению, это значит, что, скорее всего, он будет очень неплохо еще и охлаждаться, вдобавок. Еще и 257 с Магбабрюд. Блин, чё? Чё началось-то, я не пойму. К счастью, у нас очень много ХП за счет Заклошки. Это да, это факт. Но, видите, уже буквально вот через несколько выстрелов, потому что у него легендарные пушки, мы начинаем тоже и по ХП нормально так проноситься. На следующий ход дезоляция плюс Сэвэджер и плюс Хитпоинт. Я надеюсь, что это будет перегрев для него. У него есть фарфлай для него, это не имеет никакого... Ага, он решил все-таки сблизиться в дистанцию, я понял. На самом деле, это не критично, потому что он потерял ход. Он потерял ход, и это может ему дорого стоить. Смотрим, сколько у него охлад. Ну, охлад не такой большой, какой мог бы быть, кста. И он снова... Ага, под фарфлайом все-таки остается. Блин, я сейчас думаю, как лучше сделать. Скорее всего, я сделаю вот так. Я, к сожалению, без дрона сейчас уже. У меня дрон, опять же, ограничен по использованию. Вот это самый главный его минус. Блин, есть шанс, если я сейчас в дезоляции выстрелю, то, возможно, я его ваншотну. Он с дрона выстрелить не сможет. Ну-ка, да. Фу, блин, это непросто, я вам скажу, на арене сражаться. Но очень интересно. Намного интереснее, опять же, чем на основном АКе. Просто потому, что здесь никогда не знаешь, что будет дальше. На основном, опять же, ты почти всегда понимаешь, что произойдет. А здесь же все немножко по-другому работает. Получаем с вами 5 токенов всего лишь за победу на арене. Я думал, что больше дадут. И здесь мы с вами получаем... По-моему, пауэрпойнты все равно. Ой, цена. 150 тысяч. Все. И... Трансформ-релик. Офигенно, конечно. Но все равно неплохо. Нет, неплохо. Потому что мы сможем вкачать что-нибудь интересное до... Этой... До мифика. Я, скорее всего, буду прокачивать либо дезоляцию, либо корп-лайт сейчас реально прям настроиться. И как... Ну, видите, то есть у меня вообще нет модулей на охлад. Только разве что хит-энжен прокачивать. Эээ... В дальнейшем для того, чтобы у нас с вами было больше тепла, больше охлаждения. Ну, я других вариантов действительно здесь не вижу. Мне кажется, что нужно его качать. Прям... Причем плотно качать, чтобы вот... Три охлаждения здесь вряд ли погоду особо сделают. Ну, семь тепла хотя бы дополнительные. И то приятно, конечно. Но... Все равно не знаю. Эээ... Ну, и давайте, наверное, сейчас еще разок сыграем на арене. Я все-таки хочу победить еще раз. Выйти снова на пятнадцатый ранг. Как видите, эээ... Вся проблема в том, что я недостаточно фармлюсь. Вот, если анализировать, я реально думаю, что надо фармиться еще больше. Если еще больше фармиться на компании, то, скорее всего, у нас с вами будет намного больше возможностей затаскивать на арене. И чувствовать себя в целом намного лучше. Потому что, видите, здесь чуваки уже на легендарных, на мификах работают. И как бы нормально себя чувствуют. То есть у него Spartan Kerners у мифический уже есть. Ну, типа, алло. Это, как бы, можно и на, там, не знаю, четвертом ранге разруливать с мифическим Spartan Kerners. Поэтому тут дело такое. Так, пятьсот. На самом деле есть шансы, что он может нас вынести на следующий ход. Причем довольно неслабо. Да. Скорее всего, так оно и будет. Чуть-чуть, видите, вот буквально сто хп. Ну, блин, это прям раздражает. Это реально раздражает. Я ничего против не имею, серьезно. Я абсолютно к этому нормально отношусь. Потому что, ну, он заслуженно победил. Ну, просто бесит, что у него легендарка, у него мифика. А сражается он против чувака с эпиками. С эпиками. У меня ни одного мифика до сих пор нет. Просто странно матчмейкинг. Я не понимаю, почему этот чувак тоже на шестнадцатом ранге, как и я. Наверное, этому должно быть какое-то обоснование. Но я его честно не вижу. Просто в упор. Пишите в комментарии, что думаете. Может быть, найдется какое-то мнение у вас на этот счет. Так, здесь чувак слабенький довольно-таки. Но проблема в том, что у него есть, к сожалению, моему великому... Вот эта вот бомбочка. Которая может очень неплохо на меня повлиять. Ну, ему здесь надо... Хотя он может... Что он будет делать? Хитбомбу? Нет, смотрите, хитбомбу не используют. Давайте раз. Сколько она у него отнимать будет? 185. Это 200, 311, да? Слушайте, я думаю, что я постараюсь его раздамажить. Потому что, возможно, мы его в Оверхит выведем. И ему не зах... А, блин, отлично. Не хотел двух тепла, чтобы вывести в Оверхит. Ну, если он сейчас использует хитбомбу, он и себя тоже перегреет неплохо. И не факт, что он себя в шатдаун даже не выведет. Поэтому... Если ему только использовать хитбомбу и выключать двигоз... Что он там в ГГ пишет? Здорово. Да, хитбомба. Но, видите, он сейчас сам себя вывел в шатдаун. Я все еще в шатдауне. То есть, у меня будет Оверхит. Но и он тоже, что самое прикольное. У меня сейчас Оверхит. И я начинаю его выводить в шатдаун. Он его отсюда уже вряд ли. Да, примерно так. Не знаю, странная сборка на самом деле немножко. Зачем ему использовать хитбомбу, если у него у самого очень мало тепла? Для меня это не совсем понятно. Но, типа, чел решил так сделать. Это его право. Так. Здесь он нам уже ничего не сможет сделать. Потому что у него ничего теплового не осталось. Разве что, не знаю, подпрыгнуть и с мяча ударить. Такое себе. А, и у него один ход только. Он даже подпрыгнуть не сможет. Нет, здесь без вариантов. Это поражение для него. Плизе лат май вин. Чел, сорян, конечно. Но я сам новичок, можно сказать. Только начал играть. Так что, нифига. До свидоса. Пока. Все, супер. У нас с вами все наши задания на сегодня выполнены. Мы с вами прошли компашку. Мы с вами качнули дрон до леги. Что тоже очень хорошо. Ну и надеюсь, что на следующий видос я смогу к вам еще что-то интересное подготовить. В том числе и то, что у нас с вами, Дибр, будет еще эпические вещи прокачиваться с фабрики. Что тоже очень здорово. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. С вами же был Чинацкий. Увидимся уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.